Вадим Славгородский сегодня у нас на разборе у него канал называется Славгородский и он там как он себя себе пишет гедонист трудоголик собираю для вас лучшие практики из рынка рекламы создания продуктов делюсь наблюдениями наработками бу-бу-бу сайт меня знает по программе в шай и так далее нормальное описание немножко вот мне как бы по-человечески непонятно зачем мне знать что ты трудоголик тоже ты гедонист это полезная информация то что трудоголик ну как бы твои проблемы ну мало ли какие у тебя нарушения но окей человек хочется себе это рассказать ладно мне очень нравится этот канал прям вот по-человечески нравится у него здесь есть душа есть авторский взгляд есть вот по-человечески какой-то ну прям вот вайп чувствуется что настоящий человек живой пишет от своего имени вот он qr-код пожалуйста подпишитесь вот прямо сейчас я вам и вот даже адрес тут тоже есть вот завтра запустим вот сюда подпишитесь вот сюда и как подпишитесь я вам расскажу что в этом канале хорошего и одна из неожиданная вещь которая такое знаете что то что касается вообще всего нашего интернета всего нашего вот этого контента как нам поломали голову поломали психику всякие консультанты по контенту я возможно тоже в их числе и чё с этим делать как из этого всего выбраться все подписались давайте смотреть канал мне нравится его тексты они нормально разбиты нормально структурированы в них есть тезис ну например в чем секрет больших авторских каналов и он говорит что секрет в том что у человека есть доверие к источнику то есть ответственность он объясняет почему это хорошо почему одни каналы одним каналам не доверяют другим каналам доверяют и так далее спорный тезис с моей точки зрения по содержанию но он понятно изложен все хорошо сказано дальше он показывает например музыку которая ему нравится вот типа электронные музыканты выступают в интересном месте и вот он дает ссылку мол посмотрите кайфаните вместе со мной рассказывает всякие примеры что тут у нас например как сбивать цену в личных рабочих покупках человек делится своими историями о переговорах о покупках о скидках отличная тема прям вообще поддерживаю клёво смешно и мемчики шуточки скриншотики рассказы о том как он ехал ездил куда-то в заплывы в марафоны триатлоны все очень хорошо мемчики мемчики заметочки мне очень нравится у вадима есть такой подход вот он говорит у него есть план судя по всему на ближайшие две недели о чем он будет писать и по мере того как он наполняет ну как бы реализовывать сам свой собственный план он ставит ссылки вот у него есть пост новые обещания для читателей вот типа я вам обещаю что я напишу эти статьи и вот вот эти статьи из этого плана я уже написал вот мол можете прочитать прямо сейчас классная тема тоже присутствует сам вадим присутствует его лицо присутствует он как человек это все очень клёво от канала прямо теплотой веет и душевностью и сам он рассказывает что в канал приходят люди которые видели его подкасты вы видели его всякие выступления он дал свой канал в процессе выступления и люди пришли и вот значит из его выступлений и смотрит мне это очень нравится правда прям классно есть один минус а проблема в целях который сам вадим написал мне в как бы описание этого задания меня когда люди приносят штуки на разбор я им предлагаю ответить на вопросы кого вы хотите привлечь в канал зачем какие коммерческие цели вы преследуете а может быть не коммерческие не знаю что вы пробовали что у вас получалось что не получалось но как бы видите меня в контексте вот вадим не пишет что его аудитория это вот эти люди ну то есть там что это собственники маркетологи люди из образования почему потому что он продает им консультации по маркетингу продуктовому дизайну тренинги по этой же теме короче что я это все записываю ничего из того что он себе постулирует как цели не исполняется в этом канале час странно прозвучит но вот не исполняется час объясню во первых в канале нет но может быть есть но где-то я до него не долистал нет предложение о том что он делает но то есть буквально нет места нет поста где написано по крайней мере вот с июля в начале июля я уже листаю вот за весь июль у меня не произошло ни одного поста здесь я не увидел где будет написано я могу вам провести лекцию я могу прийти к вам на тренинг я могу там что-то не знаю прийти к вам в подкаст то есть не было прямо четко сказано ребята ко мне можно обратиться за этим я недавно женой говорю типа ой вот в проекты новые не зовут вот что-то главредство какое-то одно и то же никаких новых предложений она меня слушает слушает такая а кто знает что тебе можно главредство предложить я так почесал репу она говорит ну ты же никому не рассказывай что тебя можно вообще-то куда-то пригласить ты просто сидишь ну как сыч там я книгу сейчас пишу мне не до этого ты горит просто ноешь как бы ради бога но если тебе надо но как люди узнают что это можно делать с тобой об этом надо рассказывать и вадим не рассказывает просто вообще мемчики классные посты классные за что-то про жизнь какие-то заметочки классные все хорошо про маркетинг это вот симпатично про скидки мне очень понравился его текст давайте я ему скину прям ну то есть прям классный текст но нигде в этих текстах не из этих текстов непонятно что вадима можно пригласить позвать туда сюда у него есть сайт на сайте все это написано и вот на сайте как раз как бы предложение очень четко и товарная я могу вам на лекцию я могу вам тренинги могу вам мастер-класс это все сделано хорошо как сайт это попасть ну в смысле как из телеграм-канала попасть на сайт нужно догадаться что я пришел в телеграм-канал кликнул на ссылку на сайт дошел туда и заказал у славгородского что-то и мне кажется что если вот сейчас очень важно если у вадима стоит цель привлекать людей к себе с помощью телеграм-канала я имею ввиду привлекать коммерческие заказы то тут должны быть какие-то посты которые говорят человеку что смотри у меня можно что-то заказать это если мы говорим про цель например продавать консультации про консультации нет ни слова о том что нет постов где написано я сегодня консультировал такую-то компанию получили там такой-то результат или нашли такой-то вывод или пришли к кому-то заключению он нигде не говорит что он это делает я вам расскажу такую страшную вещь многие ребята которые хотят продавать консультации они снимают релзы где они как бы проводят консультацию они стоят перед ноутбуком как бы говорят в ноутбуках снимает сбоку камера и они как бы кому-то что-то затирают хотя очевидно что они затирают это сами себе просто вот нафантазировали но они хотя бы так пытаются подсказать ребята меня можно нанять меня можно позвать ко мне можно ходить на консультацию и если у вадима есть реально есть цель продавать консультации такой ну может так не такой прямо контент а какой-то контент о том что консультацию можно купить должен быть хотя бы иногда хотя бы раз в месяц но вот сегодня 2 августа я это записываю и мы уже вот уже 1 июля и тут все еще нету нету информации про то что у него можно что-то заказать типа догадайся сам но я понимаю что вот здесь есть ссылка на сайт и проваливаешься на этот сайт и здесь тебе все рассказывают я не против такого подхода подход нормальный но если бы цель была через телеграм привлекать этой цели ты не реализуешь что касается продажи рекламы у тебя будут покупать рекламу когда ты вырастешь там ну где где-то больше 5000 подписчиков может быть больше 10 но если это реально твой бизнес там случаются две проблемы во первых люди массово подписываются на каналы с более ржачной ржакой с одной стороны рекламодатели конечно хотят умных интеллектуальных людей к себе привлекать с другой стороны они хотят чтобы этого было много у тебя а так не бывает у тебя либо люди умные либо их много не бывает одновременно и то и другое а вадим где-то рассказывал в брифе что вот он хочет собирать интеллектуальную аудиторию им продавать рекламу вадим так не бывает в смысле так бывает просто тебе за рекламу будет мало платить ты не можешь рекламодателю показать скриншот своего телеграм-канала и сказать да у меня 2000 подписчиков но они все умные потому что у тебя нет метрики умности подписчиков у тебя есть метрика число подписчиков. И что происходит дальше? Ты начинаешь за три копейки продавать рекламу в своем Телеграм-канале. Как это делает Паша Федоров, как это делают многие ребята, админный Телеграм-канал. И либо ты превращаешь это в бизнес, суть которого привлечение людей, максимизация аудитории, максимально популярный контент, создание контента про выгорание, прокрастинацию, отсутствие вдохновения, всякие вот эти творческие терзания, какие клиенты говнюки, как вот жизнь несправедлива, про политику обязательно, жопы выкладывать нужно обязательно. Ну то есть вот популярный массовый контент. Ты либо накачиваешь свой канал этим, смеешься, мемчики постишь, ты это уже делаешь, да, но ты как бы делаешь упор на вот этот вот развлекательный контент. Ну, Лука Ябков хороший пример. Мужик занимался барным бизнесом и стал развивать свой канал, как нормальный админ Телеграм-канала. Мемчики, веселуха, политика, репосты, жизненная позиция, иногда интервью, иногда авторский контент, в основном контент чужой. И нормально, людям это нравится, люди с ним на вечеринке, люди с ним тусуют. Про ум, про глубину, там про какие-то вот такие вещи они не говорят. Там просто развлекательный контент-контент, вечеринка. Вот ты можешь сказать, ребята, у меня вечеринка, я приглашаю на вечеринку всех, приходите, угорайте, тусуйте вместе со мной, все будет у нас вот типа классно. Тогда у тебя будут покупать рекламу дорого, хорошо, и это ну можно назвать в каком-то смысле бизнес. Другое дело, что это плохо сочетается вот с этим. Скажем, Лука Ябков, который, о котором я сказал, у него-то бизнес основной это не Телеграм-канал, это бары, рестораны, там заведения, всякие кафешки, может быть что-то еще, но он как бы ресторатор. Если он завтра у него закроется Телеграм-канал, может быть ему будет это неприятно, но он не умрет. А у тебя бизнес, насколько я понимаю, вот этот. Вот эти вот первые две штуки. В основном даже, возможно, продажа консультаций. Вряд ли ты бы консультировал людей, имея фулл-тайм работу где-то в какой-то компании, которая такая, типа, нет, все, Вадим, нигде и больше не работай. Короче, скорее всего, если ты начнешь вот качать это направление, вот эти два направления могут немножечко подздуться. Получается, что те цели, ту аудиторию, которую ты обозначил, она-то более-менее собирается, потому что ты веселый, ты клевый, ты пишешь про маркетинг. Мало-мальски эти люди к тебе будут приходить. Ну, кроме госорганизации, ну, как бы ладно. Но ты абсолютно с ними не работаешь в коммерческом ключе. Ты ничего не рассказываешь о том, что можно у тебя купить. И это интересный момент. Я считаю так. Если ты хочешь понять, что человек на самом деле хочет, посмотри на его результаты. У Вадима в канале веселье, его личность, его драйв, его харизма и ноль коммерции. И мне кажется, что это на самом деле та цель, которой Вадим идет, фактически идет в своей работе. Понимаете? Если бы у Вадима каждое утро он просыпался, у него болела бы голова от того, что с телеграм-канала идет мало заказов, первая бы мысль, которая ему пришла в голову, это надо сделать коммерческое предложение. Но у него коммерческих предложений в канале нет. Если бы он просыпался и думал, что-то мало у меня подписчиков, надо больше подписчиков. Он бы пошел сделал что-то для привлечения подписчиков. Giveaway там какой-нибудь, я не знаю. Сходил бы кому-нибудь в канал, обменялся бы контактами. Ну, что-то сделал бы как бы для этой цели. Если бы это была реально его цель. Но как бы в ответ на вопрос, чего ты хочешь от канала, Вадим отвечает, хочу продажи лидов тому аудиторию. А на самом деле это просто хороший, теплый, ламповый блок чувака из интернета. И это абсолютно нормально. Мне кажется, последние лет 10-15, ну, наверное, 10, нам со всех сторон говорят о том, что вот, ты в интернете должен привлекать людей, привлекать лидов, там, развивать свой личный бренд, чтобы, значит, люди у тебя покупали, нужно прокачивать свою экспертность, запаковывать, блядь, распаковывать. Насрано в голове. Какими тезисами? Что ты через интернет, через свои соцсети обязан привлекать лидов. Когда тебя спрашивают, зачем тебе канал, ты говоришь, чтобы привлекать лидов. И ты не говоришь себе, как будто бы не разрешаешь себе сказать, что я просто кекаю, мне просто весело, я просто хочу, вот я такой человек, вот по характеру, что я хочу что-то издавать. Ты говоришь, нет, мне нужно лидов привлекать. Ну, ты не привлекаешь лидов, ты это не делаешь, значит, тебе это не нужно. Или говорят, вот, надо развивать личный бренд, выходить, проявляться. Но ты не развиваешь личный бренд, ты просто кекаешь, ты угораешь, ты делишься своими мыслями просто с людьми, которые ты интересен. Ты не делаешь поправку на массовость контента, ты не пытаешься следовать вот этому вот тренду, вот что сейчас в тренде, давай про тренды напишем. Ты не действуешь умно и рационально по отношению к поставленным целям, потому что эти цели не настоящие, потому что тебе нахер не надо вот эти вот все вот привлечения лидов. Наверное, я не знаю, Вадима лично, мы с ним вот, я после этой записи в первый раз ему напишу, типа, Вадим, зацени видосик. Я вообще понятия не имею, занят ты, не занят, есть у тебя работа, нет работы. Но судя по тому, как у тебя ведется канал, ты трудоустроен, вредели, у тебя куча клиентов, куча заказов, у тебя нормально, сбалансированно выглядит жизнь. У тебя нет необходимости идти развивать личный бренд, решать коммерческие задачи с помощью соцсетей. У тебя нет задачи ставить себя вот в эти ограничения и сидеть и думать, как бы мне привлечь дополнительных клиентов. И это охеренно. Слава Богу, есть люди, которым не нужно каждый день думать о том, как бы мне привлечь клиентов. Слава Богу, есть люди, которые просто выходят в интернет, создают каналы и просто показывают себя, свою жизнь, свой взгляд, свое авторское отношение к тому, что происходит. Когда-то давно, когда только начинали соцсети, был момент, когда у каждого человека была личная страница. И мы их вели, писали о своей жизни, выкладывали фотки. И как-то мы как будто бы дружили через это. Сейчас настолько большая конкуренция, сейчас нужно настолько много смелости, чтобы вот так себя открывать. Сейчас настолько легко стало обосрать чужую личную жизнь, залезть другому человеку в трусы, в жизнь, высказать свое мнение, превратить все, любые душевные порывы в вот это вот шоу блядское, что люди просто перестали это делать. Мы не знаем, чем живут наши друзья. Мы не в курсе, мы как будто бы теряем контакт с этими людьми. И создание вот этих небольших, теплых ламповых блогов, типа того, что делает Вадим, это один из способов вернуть связность нашему сообществу, нашему миру, нашим друзьям, нашей среде. И за это мне нравится блог Вадима. За то, что чел просто показывает себя, как он есть, свои мысли, то, что его прет, то, что у него вызывает положительную телесную реакцию, то, что ему нравится. И он дает нам возможность увидеть его, сказать, чувак, ты мне нравишься, и пойти за ним, быть вместе с ним. За это Вадим уважуха. Поэтому, Вадим, ну это все херня. Ты это все не делаешь. Ты делаешь клево, без необходимости продавать. Продолжай в том же духе. Вадим рассказывал, что клиенты у него, люди приходят из выступлений на конференциях и из подкастов. Это абсолютно нормально. Это один из способов расширять знания о себе, приходя на площадки, где есть аудитория, которая о тебе сегодня не знает. Вот люди приходят, смотрят на тебя, ты прикольный, и идут к тебе персонально, идут на сайт и так далее. Здесь-то это не нужно. Здесь просто приходят твои друзья, и вы с ними вместе угораете. Это супер. Спасибо тебе за то, что ты это делаешь. Вот твой телеграм-канал. Заходите, смотрите, что он пишет, и если вам близко то, о чем он пишет, или близок его дух, или стиль, или его вайп, или просто он вам нравится как человек, просто оставайтесь у него. Если он вам не близок, скажите, окей, Вадим, все понятно, ты нам не близок, досвидос. Это нормально. Это клево. Не нужно обманывать себя, что ты такой, шо, я буду продавать. Ты не продаешь. И не надо. И слава богу. Спасибо тебе большое. Это последний видеоразбор второго сезона моих разборов. Что происходило? Люди приходили ко мне со своими сайтами, промостраницами, телеграм-каналами. Я их разбирал на видео, вот как сейчас, за деньги. И публиковал с рекламной пометкой, со ссылочкой, вы могли подписаться, посмотреть и так далее. Кто-то менял что-то в канале, кто-то не менял. Кто-то принимал к сведению и делал еще хуже, кто-то делал лучше. В общем, кто как хотел, так и делал. Это уже второй сезон. Первый сохранился на Ютубе. Что будет с Ютубом дальше, непонятно. Надеюсь, что мы все это будем с вами смотреть. Когда будет третий сезон, когда я соскучусь по всей вот этой вот работе. Дальше у нас будет несколько материалов в поддержку курса «Преза огонь». Не буду сейчас давать вам ссылку. Захотите, сами посмотрите. Не захотите, я догоню вас этим контентом еще позднее. А пока спасибо за внимание. Клево, что вы были здесь. Спасибо всем, кто смотрел этот плейлист целиком. А кто не смотрел, кстати, ссылка будет внизу. Там много хороших, полезных, глубоких вещей. Ну или просто можно покекать с того, как я бомблю на некоторые темы. Некоторые люди даже обижались на мои разборы. Мне от этого очень приятно. Спасибо за внимание. Все, пока.